Всем привет, дорогие друзья! Сейчас будет свежая порция новостей для всех любителей смешанных единоборств. Усаживайтесь поудобнее, начинаем! Маккарти не верит, что Конор Макгрегор сможет перезапустить свою карьеру и показать новые рекорды. Он уверен, что время Макгрегора на вершине закончилось. Во время недавнего подкаста с Брэндоном Шаубом Маккарти размышлял о пике карьеры Макгрегора и назвал, какой его бой был одним из самых лучших в истории UFC, по его мнению. Конор, тот парень, он был на вершине. Одним из лучших боев, которые я когда-либо видел, был поединок Конора и Эдди Альвареса. Он не мог промахнуться. Большой Джон добавил, что в основном из-за своего бизнеса и других интересов Конор больше не находится на былом уровне и поэтому уступил паре. Он сейчас не на этом уровне, потому что бизнес и все это начинает сбивать с толку. Пока противники Макгрегора только осваивают эту тему, Конор должен найти способ вернуть себя обратно. Тем не менее, Маккарти не сильно верит в то, что Макгрегор сосредоточен на поединках. Но во время недавней серии вопрос-ответ в твиттер Конор четко дал понять, что он собирается ставить новые рекорды. Мало того, планирует стать чемпионом. Как вы думаете, сможет ли Конор Макгрегор победить в своем следующем поединке? Камаро Усман стал фаворитом в потенциальном поединке против Макгрегора. Камаро и Конор в последнее время ругаются в интернете, что привело к предположениям. А вдруг да, она устроит им поединок. Камаро Усман Конору. Молчи, пока я не позвонил Хабибу, парь ей Диасу, чтобы они снова тебя прикончили. Бой Макгрегора и Усмана кажется нереальным. Но сколько раз было так, что никто не верит, а в итоге получается настоящий триллер. Вспомните хотя бы поединок Мэйвезера и Конора. Усман, бесспорно чемпион UFC в полусреднем весе, выглядит совершенно феноменально. И, естественно, он крупнее Конора. Конор, несмотря на то, что он один из самых популярных бойцов в ММА, далек от своей пиковой формы. Поэтому мнение экспертов, что Конор аутсайдер в этой паре, не должно вызывать никаких сомнений. Будет интересно посмотреть, состоится ли поединок когда-нибудь. Хотя пока Усману предстоит реванш с Колби Ковингтоном. Это будет турнир UFC 268 в ноябре. Макгрегор тем временем продолжает залечивать травму ноги после боя с Парье. Предварительно он может вернуться уже в следующем году. Даррен Тиловой сказался в поддержку Макгрегора. Я хочу, чтобы Макгрегор вернулся прежним. Я его фанат. Я поклонник каждого в нашем виде спорта. Даже если ты мне совсем не нравишься, я твой фанат. Я желаю, чтобы Макгрегор вернулся. Грустно видеть парня, который был на вершине, а теперь не то, чтобы он оказался на дне, потому что у него есть куча дел, замечательная семья и все такое. Но будет приятно увидеть, когда он возвращается и, возможно, забирает титул. Такое мнение Даррена Тила. Кевин Холланд подписал новый контракт на несколько боев в UFC. И это несмотря на два поражения в последних боях. Об этом сообщает Нолан Кинг из ММА Джанки. Следующий бой Холланда уже назначен. Встретится он с Кайлом Ду Каусом на UFC Fight Night 2 октября. Рекорд Холланда – 8 побед, 4 поражения с тех пор, как он впервые присоединился к UFC в 2018. Начал свою карьеру в UFC он с поражения Тиаго Сантоса. Затем быстро одержал три победы подряд над Джоном Филлипсом, Миршертом и Олесио Дикирико. После этой победной серии Холланд уступил Брэндону Аллену с дачей, но смог вернуться на победную тропу. Одержал пять побед подряд над Энтони Эрнандесом, Хакином Бакли, Дарреном Стюартом, Чарли Антиверосом и Роналд Джекаресоузой. Дальше проиграл как раз-таки вот эти два боя в среднем весе против Даррека Брансона и Мавитори. После этих двух поражений, которые обнажили его слабые стороны, показали, что у Холланда есть серьезный недостаток, когда дело доходит до защиты от тейкдаунов. Кевин тренировал свои борцовские навыки с Данилем Корбев в Американской академии кикбоксинга. Будет интересно посмотреть, улучшилась ли защита Холланда от тейкдаунов в поединке против Даукауса, который любит бороться. Как вы думаете, Дана Уайт сделал правильно, продлив контракт с Холландом еще на несколько боев? Напишите ваше мнение в комментах, а мы движемся дальше. Петр Ян занимает первую строчку рейтинга в легчайшем весе UFC, Алджамейн Стерлинг здесь чемпион. Их бой должен состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267. Сегодня утром я показывал полный карт этого турнира в предыдущем видео, кто не видел, посмотрите. В новом интервью Петр рассказал, когда начнет подготовку к реваншу. К концу августа мы выходим в активную фазу подготовки. Уже абстрагируемся, полноценно будем готовиться. Контракт пока не подписан, но руководство UFC и матчмейкеры уже приняли решение, что поединок будет в Абу-Даби. Все СМИ уже трубят, это уже не конфиденциально. Формальность осталась, контракт. Тогда и будет подтверждение. Алджо также сообщил о том, что начал процесс подготовки. Сезон охоты открыт, написал он у себя в инстаграм. 30 октября я вернусь другим. Пете есть за что поквитаться с Алджо. В первом поединке против Стерлинга он был дисквалифицирован за нелегальный удар коленом. Его лишили чемпионского пояса. Дастин Парья отрицает разговоры о раннем выходе на пенсию. Парья говорит, что у него есть еще много времени в ММА, несмотря на то, что ранее он намекал на возможный уход. Когда завоюет чемпионский пояс. Конечно, у Дастина есть занятия и кроме боев. Чему он мог бы посвятить себя после завершения карьеры в UFC? Его благотворительный фонд – это малая лишь часть всего того, что у него есть. Вспомним еще его бизнес по изготовлению острого луизианского соуса, семинары для молодежи и возможную тренерскую карьеру. И уже вырисовывается картина того, что Дастину не обязательно выступать в UFC. На вопрос Хельвании, сколько времени проведет он еще в клетке, бывший временный чемпион в легком весе ответил так, что будет приятно услышать болельщикам. «Я не знаю. Я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя здоровым. Как я уже говорил, на шинах много следов протектора. Я просто хочу принимать правильное решение. Мне 32 года, у меня было несколько серьезных боев, и я просто хочу продолжать двигаться в этом направлении, продолжать тренироваться с умом, соревноваться с умом. Шаг за шагом. Я все еще чувствую себя хорошо. Думаю, у меня еще много лет здесь». Парье добавил, что он будет выступать только в том случае, если будет делать это на высшем уровне. Оливейре предстоит первая защита титула с тех пор, как он выиграл его на UFC 262 в мае. Говорят, что именно Парье станет его соперником. Дастин уверен в себе, надеется, что в этот раз у него получится свергнуть чемпиона, сделать то, чего у него не получилось с Хабибом. Вот здесь написано. Дастин Парье говорит, что бесспорный титул в UFC станет вишенкой на торте уже легендарной карьеры. Парье заслуживает титул, но Оливейра смертоносен в своем джиу-джитсу. Будет интересно увидеть эту битву двух мастеров своего дела. Ударка, которой обладает Парье, и мощная джиу-джитсу от Оливейры. Нас ждет отличный поединок. Кстати, Парье в своем интервью признался, что все равно бы выиграл бой с Коннором Макгрегором, даже если бы тот не травмировался в конце первого раунда. Спасибо за просмотр этого выпуска новостей ММА. Если вам понравилось видео, то поддержите меня лайком. Давайте вместе газовать в тренды. Друзья, те, кто на меня подписан, не забудьте нажать лайк и написать комментарий. Всем удачи, всего вам доброго.